Брошенные щенки из Черногорска обрели новый дом. Нескольких малышей забрали себе жители города угольщиков сразу после того, как о большой семье. Четвероногих рассказали в программе «Вестих» о кассе и в соцсетях. За судьбой героев репортажа следит Мария Добрынина. Бойкий щенок грозно лает на гостей с телекамерой, охраняя свой новый дом. Однако веляющий хвост выдает истинное состояние четвероногого. С недавних пор он абсолютно доволен своей жизнью и готов делиться этой радостью со всеми. Семье Татьяны Митиной историю бездомных щенков увидели в соцсетях и в тот же день решили, что четвероногий друг им необходим. Даже выбирать особо не пришлось. Щенок молочного цвета приглянулся сразу. Как имя выбирали? Так, попридумывали, попридумывали, решили верный. В доме в своем как без собаки. Была собака, убежала куда-то или выловил кто-то, или потерялась. Все, решили, без собаки в своем доме плохо. Теперь у верного есть собственная будка, варьер, но главное любящая хозяева. Тявкаем, охраняем хозяев. Не убегает ничего, все, уже привык к дому. Привык к дому, да, привык. Заграду выпускали и назад вернулся. С собачками побегал и вернулся назад. Вот наша любимая тучка. Любимая наша собачка. Да, тучка? Несмотря на свои размеры, упитанная тучка резво скачет вокруг новых хозяев. Любимые занятия пушистого питомца. Это, конечно, вкусно поесть и посидеть на руках у Валерии. Игривая и очень ласковая тучка, что удивительно, учитывая, в каких условиях она выросла, пока не понимает своего основного предназначения – охранять территорию. И просто рада оказаться дома. Так же, как и верного, супруги Чайниковы забрали тучку к себе после того, как из соцсетей узнали о бездомных малышах. О своем выборе не пожалели ни разу. Такого щенка невозможно не полюбить. Вот здесь она у нас живет. В будке. Теплую будку сами ей сделали. Это моя девочка хорошая. Обрести нового друга и подарить ему дом могут жители Хакасии из любого района. Щенков разобрали еще не всех.